Дорогие господа, представляю вам соперника в синем углу, боец из города Яунде Камерун. Ему 27 лет, рост 171 сантиметр, вес 66 килограммов 700 граммов. Провел 19 поединков на профессиональном ринге Кирин Сохфонку. Его соперник в красном углу из Киргизии, город Джалабад. Ему 24 года, рост 175 сантиметров, вес 66 килограммов 700 граммов. Профессиональный рекорд, один бой, одна победа. Абдурахман! Абдурахманов! Рефери Роман Петров. Соблюдайте правила, внимательно слушайте мои команды, пожмите руки, там поем, удачи. А рефери этого поединка Роман Петров дал заключительное наставление боксерам. Возраст, рост показан нам сейчас на экранах. Это мы начинаем, выходит. Боец в красном углу. Это Абдурахман Абдурахманов и его соперник, боец из синего угла, Герин Сохфонку. Ну что, друзья, Герин Сохфонку, насколько я помню, достаточно давно не боксировал. Он обычно спортсмен очень востребованный, но у него уже... А, нет, прошу прощения, в марте он боксировал, да, конечно. С Александром Тибиловым, да. В 2021 году это уже у него третий поединок, то есть действительно, коллега, он действительно очень востребованный боксер. Ну и, кстати, насчет того, насколько он востребован, у него в пандемийный 2020 было сколько? Шесть боев. Шесть боев, да. Кто еще может таким похвастаться? С учетом того, что некоторые боксеры вообще не выходили в ринг в тот год. У Абдурахманова есть преимущество в росте на 4 сантиметра. Смотрите, как Геринг взорвался, но Абдурахманов четко собран, сосредоточен. Ирин Сокфон Ку, в принципе, очень крепкий спортсмен, несмотря на такой невзрачный, откровенно будем говорить, профессиональный рекорд. Да, но если быть, ну, по правде говоря, то никто не ведет этого боксера и, можно сказать, самостоятельно он свою карьеру вот так вот ведет. То есть боксирует именно ровно для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, при этом и боксирует, это очень неплохо. И мы, коллега, вспомни, много раз уже отмечали, мы достаточно много его поединков комментировали. И у него есть развитие, у него есть рост, он реально прибавляет. С учетом того, что, да, он практически постоянно загружен боями, он востребован. Много практики. Отлично, кстати, попадает Абдурахманов. Ну, и поэтому уже заезженную фразу скажу, Гирин Сокфон Кут для любого спортсмена, у которого еще не так много боев в профи, просто великолепная школа и проверка. Ну, возможно, немножко многие считают, не хватает Гирину именно вот этой ударной мощи, потому что две его победы, это победы с судейским решением. И, возможно, была бы такая ударная мощь в его динамит, в его кулаках, все было бы в нескольких боях по-другому. Смотрите, по туловищу сейчас пробивает Гирин. Ну, вот он, вот он, Сокфон Куон, такой очень упорный парень. При этом сам достаточно крепкий. Да, как мы уже говорили, из 17 поражений лишь только два досрочных. Продолжает с дальней руки бомбить вот так вот Гирин. А теперь уже Абдурахманов-то отвечает. Ну, пока первый раунд на взрыве ребята работают. Темп такой рваный, пауз много. Но еще козыря, конечно, ребята не показывают. Пока так работают с дистанцией, пристреливают и присматривают. Вот, торопиться некуда у нас, шесть раундов. Друзья, второй раунд из шести запланированных, если я ничего не буду. Напомним, у нас Абдурахман Абдурахманов, он в синих перчатках, и Гирин Сокфон Куон в красных. Да, ну, в принципе, достаточно несложно различить бойцов. Но при этом... Парень из Камеруна выделяет. Да, вот было попадание от Абдурахманова. Гирин проходил уже дистанцию и больше, и восьмираундовые поединки были у него в карьере. А вот для Абдурахмана Абдурахманова это первый такой достаточно длинный поединок. Потому что в первом своем бою он одержал победу с удейским решением в четырехраундовом бою. Ну, и это, кстати, такой... С точки зрения тех, кто ведет его карьеру, такой шаг вперед, скажем так. Парни верят, сразу дают шесть раунд. Причем, да, такой шаг сразу до несколько ступенек вверх. Ну да, не все во втором бою в карьере выходят на шесть раунд. А вот смотрите, Герин с дальней руки. А вот он зарядился, мне кажется, с дальней руки попадать. Он все чаще и чаще и в голову, и в корпус попадает. Здесь неудобно. Абдурахманова, он не успевает руку на место вернуть. Не толкать. А вот хорошо, как посмотрите, кто Абдурахманова вытянул немножко на себя и ночь нацапнул. Начинает он набрасывать удары под разными углами. Понимает, что нужно что-то менять. Не дает прицельца отличный апперкот. Отличный апперкот от Софан Ку. По переднюю руку, да, так. В середине второго раунда чувствуется, что ребята включились. Каждому в данный момент нужно показать, показать какие-то определенные угрозы в составе для своего соперника. Абдурахманов так чуть-чуть нависает постоянно над Герином. Постоянно пытается держать его в напряжении. Отличный правый боковой короткий там зашел у Герина. Ну и очень-очень хорошо пристрелялся во втором раунде, мне кажется, камерунский спортсмен. Да, да. И смотрите, смотрите, Абдурахман сразу начал пянуть. А вот тут, смотрите, обменялись ударами с дальних рук. Попал Абдурахман вот здесь. Ну вот, друзья, для тех, для кого вдруг внезапно каким-то чудом это первый бой Герина Сухфан Ку, который вы смотрите, вот такие поединки он закатывает регулярно. Причем проспектом молодым не будет. Да, да, да. Я, честно, сходу не припомню какого-либо проспекта, который против него выходил и прям совсем переезжал в одностороннем поединке. Такого я не припомню. Он всем дает бой. Да, выходи, щелкнул так Герин коротким левым крюком. Концовка второго раунда. Отличный почтальон от представителя Киргизии. В концовке хорошая, сдвоенная. Третий раунд. Ну что, друзья, Кирин Сухфан Ку в втором раунде откровенно прибавил. А вот Абдурахман Абдурахманов пока темп держит. Ну вот, судя по всему, он почувствовал эти удары в предыдущие трех минутки и решил включиться. За счет передней руки пытается выставить Абдурахманов своего соперника на неудобную для него дистанцию. Все-таки есть преимущество Паричу именно у Абдурахманова. Подсказывают, что на него, но слишком прямолинейно пошел. Вот это все было в защиту от Сухфан Ку. Неподготовленная атака была все-таки от Герина. Капа была выбита, мне показалось. Абсолютно верно. Причем она достаточно далеко улетела у Абдурахмана Абдурахманова. И что-то быстренько тренер подсказывал своему спортсмену. Я, к сожалению, этим языком не владею. Ну, все вернулось на свои места. Я имею в виду Капа. И снова, смотрите, передней рукой Абдурахманов пытается начинать навязывать. Посмелее, посмелее стал работать Абдурахманов. Никакой острый джебс. В данный момент было видно, что так точно в лоб, но попал весь Абдурахманов. Он понимает, что ему нельзя застаиваться, потому что на средней дистанции Сухфан Ку может быть очень для него опасным. Вот смотрите, какой удар в разрез и заставил попятиться здесь к Абдурахманову. Да, поджимает, поджимает Абдурахман. Вот он включился в третьем раунде, во втором от него такой активности мы не видели. А почувствовал здесь Абдурахманов, что было точное попадание. Ну да. В разрез прямой зашел. Огрызает Сухфан Ку. В общем, в поединке Гирины на самом деле всегда интересно смотреть. С абсолютно любым проспектом. При достаточно хорошем раунде для себя, мне кажется, пока вот сейчас немножко так вот тот удар немножко обескуражил все-таки Сухфан Ку. И он берет небольшую паузу на то, чтобы присмотреться, так немного раздергивать соперника. Ну вот эти лишние удары по воздуху есть у него. Ему что-то нужно предпринимать, а что в какой-то момент он не совсем понимает. Ноги стоят, мне кажется. Не подходит на дистанцию удара. Руки летят на автомате, а ноги стоят у Кирина. Видимо, все-таки удалось Абдурахманову то, что он добивался с начала этого раунда, выставить на ненужную для своего соперника его дистанцию. Ну мы об этом сразу сказали, что ключ именно в этом для Абдурахмана. На самом деле для этой весовой категории достаточно низкий парень Гирин Банку на самом деле. Очень-очень сбитый, такой крепкий, но руки не очень длинные, скажем так. Поэтому очень часто соперник именно с ним отрабатывают раунд. Лично защищался здесь под кончилку. Очень ловко. Дурахманов, да они руки цепанул. Четвертый раунд. Да, друзья, поединок перевалил за экватор. Вот, Гирин Сокванку пошел вперед. Отличная была комбинация. Главное, чтобы хватило его больше, чем на первые 10 секунд, потому что у него на самом деле часто бывают очень хорошие дебюты раундов, а потом немножко падает. А потом функциональные такие провалы. Абсолютно. Дурахманов заряжен. Чувствуется, что он, да, пытается развить то преимущество, которое у него было в третьем раунде. Снова передней рукой отгоняет и тут же в туловище пробивает. Хорошо попытался отработать на контратаке, но не точно Абдурахманов. Банкс. Слишком большие паузы берет все-таки Камерунец, и мне кажется, это не идет ему на пользу. Да, абсолютно. Ему бы воркрейд поднять. Он начинает застаиваться. Сейчас пропустил очень неприятный удар, да. Ну вот, то, о чем мы говорили. Первые 30 секунд огненные, а потом потихонечку вниз темп падает, падает, падает. С угла кричат, мы слышим на русском языке. Герину подними руки. Начинает бросаться так с атаками, неподготовленными Герину. Ну и, друзья, если вы вдруг недоумеваете, почему камерунскому парню кричат на русском, он уже достаточно много лет в России проживает, насколько я знаю. И с какого года он поединки? 2017-го, с июля 2017-го, и все его поединки практически, да, они практически точно все проходили в России. Большая часть из которых в городе Екатеринбурге. Вот сейчас идея была хорошая, но мне кажется, там локоть был на листе Абдурахманова. Здесь работай. Я держать. Роман Петров подсказывает, что держать не нужно друг друга. Клинче. Вот это был хороший, да. Неожиданно. Тянулся. Сделал шаг и попал. Ну вот почаще бы этот шаг делать, потому что когда с ровного места удары наносят Герина, они не долетают, он воздух рассекает. Кажется, Абдурахманов почувствовал, что очень часто будет 20 ударов здесь Герина и начал бить туда, ниже. А то я апперкотами посыплять можно начать. Хороший удар. Пробил здесь Герина. Он навстречу тоже пропускается Фунгол. Заставил немножко сейчас побегать Абдурахманова вокруг себя. Но тот с линии атаки уходит, конечно, молниеносно. Закучивает на ногах Абдурахманов замечательно. Вот на ближний цепанул неплохо. Ох, бросился. Отлично отзащищался и ушел на ногах. Чувствуешь, коллега, какой объем работы на ногах проводит сейчас Абдурахманов в четвертом раунде? А у нас пятый, и он же предпоследний раут. По крайней мере, так запланирован. Да. Ну, точно, да, но точно попал Абдурахманов с дальней руки. У нас после достаточно успешного для себя второго раунда Герин Сохунгу немножко подзбавил. И Абдурахманов, Абдурахманов, как мне кажется, борозды правления в этом бою потихонечку к рукам прибрал. Но вот сейчас Герин немножко активизировался опять в начале раунда. Но пропускает много необязательных ударов. Руки низко, мне кажется. И мне кажется, вот это вот уже прочувствовал Абдурахманов, что первые 30 секунд нужно быть внимательным, а потом он начинает навязывать свою манеру. И очень большое количество попаданий, смотрите, с дальней руки. Пристрелялся, пристрелялся Абдурахман. Мы об этом говорили еще в третьем раунде. Видит он, что уходит вниз. Продолжает все точнее и точнее работать. Смотрите, Герин меньше стал работать с Ириной. Больше у него одиночных ударов. Я даже не уверен, кто здесь. Инициатор клинча. Кому это больше нужно. Отлично встречает здесь Абдурахман. Тут же сместился. Да, там на один точный удар он отвечает двумя-тремя всегда. Опять джеб и достает здесь Абдурахманов. Начинает рисковать. Но не успевает на ногах со соперником. Да, открывается, бьет. Но при этом большую часть мимо. Абдурахманов понимает, что его стратегия приносит ему достаточно хорошие результаты. И он ее старается придерживать. Ничего не делает лично в полези. Да, очень спокойно работает. Такой, видимо, очень дисциплинированный Абдурахман Абдурахманов. В принципе, именно такая манера ему и нужна в этом поединке. Да, особенно с таким соперником, который, на самом деле, если ему дать работать, он может очень многое. И смотрите, практически 30 секунд, ничего не делая, так, отбегал, скажем так, Абдурахманов на ногах, при этом достаточно хорошо защищаясь. Первый пятый раунд в карьере. Везуха может сказываться уже потихоньку. Все-таки второй профессиональный бой Абдурахмана. Может быть, пока нет опыта распределения сил. При этом, да, возможно, просто чуть-чуть придерживает силу здесь представитель Абдурахмана. Ну, смотри, с другой стороны, он очень много, не буду стесняться этого слова, отбегал в третьем-четвертом раунд. Приятно подустали. Да, 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 абсолютно верно. Передвижение на ногах у него огромное. Отлично попал. О, там попал, да, Абдурахман. Я чувствую, шейные позвонки на место встали. Ирина. Ну, а нам было озвучено, что это заключительный раунд этого поединка. Так оно и есть. Отличным боковым сбивает с передней руки Абдурахмана своего соперника. И еще один точный кросс в разрез. Очень длинные у него вот эти кроссы. Он достает с безопасной дистанции до Гирины исправно. О, хорошее попадание. И смотри, коллега, пошел вперед Абдурахманов. Понимает, что осталось у него еще сил. Хватит ему на три минуты. И начал обострять. Отличный боковой с дальней руки. Ловит, ловит на мощный удар здесь Абдурахманов своего соперника. Еще один удар с дальней. Очень хорош на ногах Абдурахманов. Не могу не отметить. Футворк ему на 80% помогает поединок забрать, я так считаю. Хотя по корпусу сейчас поймал, конечно, на плеуху. И ринг все-таки остается опасным. Ох, какая комбинация. Несмотря на то, что на многие атаки не успевает отвечать. Пропустил в начале шестого раунда много безответных ударов. Хорошо провалил сейчас Функу. Наказать не успел. Оборона корпусом тоже у Абдурахмана. Абдурахманова на хорошем уровне в этом поединке. Ну, в общем, Гирин Сокфунку так помогает своему сопернику во всей красе. Показать, да. Сиять в ринге, да. Себя во втором своем профессиональном поединке. Смотрите, насколько рационально. Хорошо снова защищался великолепно на ногах здесь Абдурахманов. Очень зрелищно это было. Гирин пытается обострить. Есть у него еще чуть-чуть меньше, чем минута времени в этом поединке. Снова промахивается с дальней руки. Ну, мне кажется, так Абдурахманов практически прочитал все действия своего соперника. И начал работать очень свободно. Ну, вот Гирин попытался зацепиться, но на ногах очень быстро ушел Абдурахманов. И снова. Ну, вот, мне кажется, вот эта прыть, которая была у Абдурахманова в первой половине раунда, куда-то немножко делать. Да, да, конечно. И он вынужден концовочку-то отдать. Он начинает очень много двигаться. При этом чего-то такого не пропускает. Он просто двигается и много смещается на ногах. Ну, и смотрите, не работает на ближней дистанции. Просто вяжет. Угу. Заключительный 10 секунд. Закрутил и удар своего соперника здесь Абдурахманов. Чуть-чуть. Абдурахман! Абдурахманов! Субтитры создавал DimaTorzok